Знаете, спидраннеров обычно называют высшей расой, ведь они могут на скорость проходить игры, о которых ты даже не мог бы подумать. Изначально я затрагивал тему второго Шрека, но моей истинной игрой детства всегда будет первый Мадагаскар. И каково же было мое удивление, когда я узнал то, что Мадагаскар был пройден за рекордное количество времени спидраннером под ником Крис Ранс, который прошел Мадагаскар за 34 минуты и 39 секунд. И в данном ролике я хочу сделать разбор мирового рекорда по самому быстрому прохождению первого Мадагаскара. И конечно же, надеюсь, вам также будет интересно и самим посмотреть на это чудо. С вами Спектр, и давайте же начинать. Хочу также отметить то, что Крису принадлежат и другие рекорды по прохождению различных игр. К примеру, второй Мадагаскар, Мадагаскар на 100%, и Мадагаскар в категории без гличей. То есть, как многие его называют, с честным способом прохождения. Рекомендую ознакомиться, если хотите. И думаю, вы все знаете, что в данных играх присутствуют деревянные пластмассовые текстурки, через которые легко пропрыгивать. В особенности, если у вас мощный компьютер и количество фпс в вашей игре превышает допустимое раз так в 10. Именно поэтому начнем по порядку. Первое задание называется Король Нью-Йорка. И все, что нужно сделать в самом начале, это моментально выбраться за карту. Да, буквально спустя 5 секунд игры. То есть, вам необходимо подобрать 3 карточки за Марти, а затем, воспользовавшись багом с беговой дорожкой, просто выпрыгнуть за пределы уровня. Пересматривая спидран Мадагаскара, сразу вспоминался спидран второго Шрека, где фактически игра создана по той же схеме. Из-за текстуры можно выпрыгнуть достаточно просто. Жаль, в детстве у меня это не получалось ни разу делать. Таким образом, мы скипаем задание с Алексом и отправляемся дальше. Подойдя к стене вплотную около вольера Глории, можно спокойно пропустить задание с ней. А далее будет одна из самых сложных вещей, которые я вам сейчас поведаю. Вам необходимо сделать за Марти супер прыжок. Как же он делается? Нам необходимо встать именно в таком положении, как вы сейчас видите на экране, между стогами сена. Затем, после небольших махинаций с клавишами управления, вы должны сделать супер прыжок за Марти, то есть, нажав клавишу прыжка, вас просто подкинет вверх. Почему это сложно? Потому что на это необходима огромная практика. Вас должно вытолкнуть с такой силой, чтобы вы смогли забраться на стену. Для чего же это делается? Вам необходимо пропустить задание с пингвинами, так как оно экономит вам около 3 или 4 минут для спидрана. Таким образом, целиком и полностью проходится первый уровень. Второй левел называется Escape Mart. И знаете, что я вам хочу сказать? Побег этой зебры выглядит круче, чем побег Энди Дюфрейна из Шоушенка. Ведь все, что нужно сделать, это снова протиснуться в некоторые текстурки стен. И знаете, выглядит это довольно интересно, ведь подбирая одну лишь карточку, мы просто через вольер выпрыгиваем в другую зону. Таким же образом, мы протискиваемся и через стену, благодаря которой мы попадаем в следующий вольер, в вольер обезьян. Аналогичным образом протискиваемся через стену в комнате с автоматом. Это делается так же просто. Как я и говорил, игра сделана из дерева. И таким образом, мы проходим второй левел. Третье задание называется New York Street Chase. На самом деле, геймплей за Алекс здесь довольно простой. Нам необходимо просто бежать по центру экрана, лишь иногда перепрыгивая препятствия, которые возникают у нас на пути. Почему мы бегаем именно посередине? Ну, потому что не хочется лишний раз перепрыгивать через проезжающие автомобили, и это является нашей безопасной зоной. Примерно в середине забега за Алекса, нас начинают преследовать полицейские. И все, что нужно сделать, это избавиться от них. Однако нет. Посмотрите, куда бежит спидранер. Он бежит в самый угол карты, и благодаря двойному прыжку Алекса, также выбирается через текстуру и попадает на уровень дальше. Соответственно, после этого, задание за Алекса прекращается, поскольку мы добегаем раньше срока. И хочу обратить ваше внимание на то, что цель задания остановить полицейских. Она не меняется, потому что игра не сумела переключить цель задания. Но почему я на этом заострил внимание, вы узнаете буквально через несколько секунд. Начинается геймплей за Глорию, в том же самом задании. Нам необходимо подобрать три карточки. Если вы пропустили первые две, три можно подобрать сразу же на одной прямой. В итоге она получает способность, благодаря которой может давить своей задницей все, что находится на своем пути. Стоит обратить внимание на то, что спидранер периодически нажимает клавишу LKM, отвечающую за скольжение персонажа. Это необходимо для дополнительной скорости передвижения. Но я думаю, в принципе, вы и так об этом знаете. И сейчас у вас возникает вполне резонный вопрос. Почему в этой миссии нету никакого трафика, когда выполняется забег по пешеходному переходу? А все очень просто. Помните, я говорил вам о том, что задание подразумевает о себе остановить полицейских? Ну так вот, таким образом задание забаговалось. Соответственно, следующее задание с перекрестком просто неактивно. Именно поэтому машины не ездят на моментах с пешеходными переходами. Далее геймплей переключается за Мелмана. И сейчас вы увидите одну из самых жестких вещей, которые я увидел во время этого забега. Это супер прыжок, благодаря которому Мелман подбирает все три карточки. Для того, чтобы выполнить подобный прыжок, необходимо, чтобы Мелман зацепился за объект, который вы сейчас видите на экране. После этого вам необходимо долбить клавишу прыжка. И если вам повезет, то в этот момент Мелман сделает, опять же, огромный супер джамп, благодаря которому вы сможете переместиться чуть ли не в конец локации. Попутно, если вы сладите с управлением, вы подберете все три карточки, как это сделал Крис. А после этого геймплей падает на пингвинов. Это, пожалуй, самое странное прохождение левела за пингвинов, которое я когда-либо видел. Ведь дело в том, что весь уровень проходится, опять же, сквозь текстурки ящиков, которые находятся в этой локации. Но все, что нам необходимо сделать, это в один-единственный момент взять с собой шарик, который выпадает из ящиков, как вы сейчас видите. Этот мячик нужен нам для того, чтобы обходить текстуры. Например, самую первую дверь можно не открывать. Достаточно просто положить рядом мячик, проскользить через эту самую текстуру забора, и снова через забор поднять этот самый мячик обратно. Не удивляйтесь, это игра такая. Этот же самый шарик позволяет спидранеру протиснуться через закрытую дверь, куда также телепортируется весь остальной отряд шкипера. Под конец прохождения уровня становится вполне стандартным. Нам необходимо закончить его абсолютно, как говорится, легальным способом. Пятый уровень Мадагаскаря называется Загадочные джунгли. Здесь нету особо никаких спидранерских фишек, которые следовало бы показать. Однако, единственный момент, который я всегда хотел попробовать, но, к сожалению, у меня уже не получится, это выполнить самый сложный прыжок в этой миссии. Дело в том, что в первом Мадагаскаре есть одна поверхность, на которой Алекс подпрыгивает сверх выше нормы. Она находится перед локацией с NPC, который пошлет Алекса на пляж, добывать жемчужины. Так вот, это задание можно просто пропустить, если вы подберете правильную траекторию и просто перепрыгнете на следующую локацию. А дальше идет попутное выполнение заданий, которые необходимо сделать для совершения уровня. Шестое задание называется Спасение лемуров. Здесь, на самом деле, больше решает скорость и то, как правильно вы запомнили уровень. В принципе, противники не доставят вам никаких неудобств. Однако, пожалуй, самым сложным является спасение лемуров, при этом, когда вам мешает сам ветер. Здесь необходимо подбирать точную траекторию вплоть до секунд, чтобы спасти лемура и моментально протиснуться в укрытие, дабы ветер не сдул вас с самого начала локации. Считай, если вас сдул ветер, можно начинать с самого начала. Далее, банкет в джунглях. Пожалуй, этот уровень является самым длинным в спидране, потому что здесь его никак не проскипаешь. Все задания, которые необходимо выполнить, вам придется делать абсолютно самостоятельно. Однако, здесь есть одна траектория, по которой спидранер выполняет задания. Изначально он играет за Глорию. Изучив способность пинка, нам необходимо выполнить за нее все задания, которых она потребуется игре. Но, учитывая, что первым делом мы идем на задания с репами, нам необходимо дальше взять Алекса, чтобы тот попрыгал по грибам. Затем мы снова переключаемся на Глорию и давим арбузы. Для того, чтобы не тратить драгоценное время, спидранер использует следующую функцию. После того, как он выполняет задания на Глорию, ему необходимо переместиться в самое начало уровня. Для этого он просто выходит в главное меню и перезагружает уровень еще раз. Сохранение происходит. Происходит загрузка уровня с полученными предметами. А сама локация меняется на стартовую, где он берет Алекса и допрыгивает до дерева с ананасом. Аналогично Алекс помогает пчеле опылить цветы. Аналогично добывает луковый пирог. Затем снова происходит перезагрузка уровня и мы с вами отправляемся играть уже за Марти. При игре за Марти снова необходимо подобрать три карточки, чтобы он получил одну из самых важных способностей. Это длинный прыжок. На пляже мы подбираем черепашью закусь, затем выполняем задание на лягушку, которое довольно простое на самом деле. Но вместо того, чтобы перезагрузить игру, нам необходимо отправиться в ущелье, где Марти подберет лаймовый пирог. Да, все-таки единожды его необходимо будет подобрать. А затем геймплей переключается на Мелмана, который является последним в данном уровне. Вновь подбираем три карточки, чтобы он научился ломать головой тараканов. И выполняем на него задание с орехами. Следующий уровень называется Совершеннолетие. Как по мне, он является самым сложным. Знаете почему? Сейчас расскажу. Дело в том, что изначально вам необходимо добраться до самого верха Баобаба. При этом есть одна особенность. Нам необходимо уничтожить именно два гнезда червей, которые находятся на этой локации. Потому что в третьем мы уже протискиваемся, используя небольшой бак с текстуркой. Мы с вами запрыгиваем на край дерева, на котором Мелман может стоять. А затем протискиваемся в данную дыру в гнезде, что позволит нам моментально добраться до следующего уровня. На нем нам необходимо кидать бомбы, для того, чтобы уничтожить гнезда червей. Но опять же, это не максимум, который требуется. Достаточно просто добраться до конца локации. Таким образом, спидранер пропускает вторую чистку гнезд. Почему ему нельзя касаться земли? Потому что как только Мелман коснется земли, сразу же начнется задание с гнездами червей. Именно поэтому спидранер старается аккуратно облететь эти самые места. Но тут стоит заметить то, что спидранер потратил, ну уж очень много попыток на чистку последнего гнезда. На самом деле, его тут винить не следует. Это просто небольшая заметка. За Глорию не нужно выполнять задание. Достаточно просто пройти назад, и начнется финальное задание на Мелмана, где ему необходимо пройти через бешеного Алекса с Мортом на голове до конца локации. Уровень с пляжем проходится моментально быстро. Если бы я в детстве знал, то что Марти может подобрать 80% деталей от своеобразной статуи свободы, мое детское сердце бы этого просто не выдержало. Первое задание выполняем за Глорию. Необходимо просто подавить крабов. Аналогично следует поразбивать ящики и разобрать по частям огромный валун, который прикажет нам путь до еще одного задания. А после этого начинается геймплей за Марти. И это, пожалуй, одна из самых жестких вещей, которые я когда-либо видел. Ведь дело в том, что длинный прыжок Марти позволяет собрать действительно 80, а то и 90% всех деталей, которые находятся в данной миссии. Ведь в этой миссии спидранер даже ни разу не переключается на Мелмана. Вот теперь представьте, насколько полезен этот жираф. В предпоследнем задании Марти спешит на помощь. Пожалуй, очень сложным элементом является сбор фруктов в данной миссии. Ведь поскольку у вас есть таймер, то есть время будет ограничено, А еще спидранеру повезло, что он подобрал яблоко, которое гарантированно дало ему 30 из 30 необходимых. Напомню то, что когда вы подбираете ровно 30, ниже ваш результат, насколько я знаю, упасть уже не может. Далее нам нужно дождаться паука, ведь если Морд попадает в паука, уровень моментально заканчивается. А так как 30 из 30 спидранер уже набрал, поэтому уровень завершается в его сторону. А далее следует стандартный геймплей вплоть до финала Мадагаскара, где спидранер смог сэкономить аж 17 секунд. Изначально Алекс должен подобрать 3 карточки, чтобы активировать способность когти. Затем разобраться с 15 фусами, которые будут на него нападать. Моментально быстро нам необходимо пройти первую фазу Короля Фус. Для этого всего лишь необходимо кидать манго. И здесь вам должно повезти, чтобы на вас не нападали стервятники с дурианами, а также, чтобы эти же самые стервятники не закрывали самого Короля Фус, как вы видите сейчас на экране. Арена, пожалуй, это самое сложное испытание. Ведь нам необходимо убить Короля Фус и сделать это моментально быстро, так как это скоростное прохождение. Для того, чтобы анимации Короля Фус начали работать, спидранеру после каждой атаки необходимо специально умирать за Алекса, так как затем анимации воспроизводятся полностью заново. Не забывайте провести тройное комбо в конце из когтей, перца и еще раз когтей, для того, чтобы завершить игру абсолютно полностью. Таким образом, в итоге мы получаем 34 минуты и 39 секунд от пользователя Крис Ран. Однако стоит заметить то, что внизу слева на экране у него написано, что сумма лучших сегментов составляет 33 минуты 17 секунд. Соответственно, игру можно пройти и еще быстрее, если, конечно, тебе очень сильно повезет. Учитывая, что предыдущий мировой рекорд сохранялся 2 года, как вы видите сейчас на экране, Крис Ранс поставил данный забег 2 месяца назад. И кто знает, может быть, ты сможешь побить его рекорд следующим. А на этом видеоролик с разбором первого Мадагаскара подходит к концу. Я надеюсь, он вам понравился. Если это так, то ставьте ему палец вверх и подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Стараюсь делать разбор мировых рекордов каждую неделю. А также не забывайте о том, что ссылка на оригинальный забег Криса будет находиться в описании к этому ролику, если вы захотите посмотреть прохождение целиком. Ну а на этом я с вами прощаюсь, с вами был Спектр, играйте только в хорошие игры, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok